Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о вторичном вине или вине из жмыха. Ну, во-первых, почему вообще возникла такая потребность? Метод был, скажем так, изобретен еще в XIX веке, в 1884 году. Винодел из Франции по фамилии Петю как раз-таки придумал эту технологию. Почему? Потому что, когда мы снимаем сосла с мезги, в мезге остается еще много различных веществ, таких, которые нам были бы интересны, скажем так. Почему мы применяем или можем применять этот метод в домашних условиях и в каких случаях? Дело в том, что, например, когда мы снимаем с мезги, действительно остается еще даже много влаги. Хорошо, если у нас есть пресс. Ну, пресс может быть не всегда, тем более не все же делают домашнее вино какими-то там десятками литров. Кто-то может поставить и 5, и 10 литров с одного куста. То есть это вполне нормально. И вот этот вот жмых не хочется терять. Конечно, если вы производите какие-то другие напитки алкогольные, ну, например, тот же алкоголь, ой, тот же самогон, там чачу, какой-то, не важно. То тогда все-все хорошо нам есть, куда девать этот жмых. Если же у нас нет пресса, то руками отжать жмых довольно сложно, ну, много там чего остается. Ну, к тому же, не всегда нам хватает того алкогольного напитка, который мы произвели. В таком случае мы делаем вот это самое вторичное вино. Весь рецепт я расскажу. Существует еще второй вариант вторичного вина. Так называемый пикет. Ну, мы этот метод не рассматриваем, потому что там нужны сладкие темные сорта винограда, которые, ну, в принципе, у нас особо не произрастают. И там получается напиток очень слабоалкогольный, 1-3 градуса. И такой напиток очень плохо хранится. Поэтому это мы не рассматриваем. Мы рассматриваем только, ну, скажем так, классический вот этот вот рецепт Петю. Все расскажу по самому рецепту. Единственный такой момент, ну, как бы для каких сортов винограда используется и в каких случаях. Темные, светлые, ароматные сорта следует единственное избегать, в данном случае, сортов Изабеллы и Лидии. Ну, потому что у них там, как говорят, много всяких ненужных веществ. В принципе, если мы, я писала об этом в комментариях, может быть, если интересно, можно сделать отдельное видео, где я могу рассказать свое мнение по этому поводу. Но именно во вторичном варианте, то есть долго настаивать на мезге один раз, второй не очень подходит. К тому же, я уже говорила, что вы забыли очень много кислоты. В принципе, для всех остальных виноградов это подойдет. Ну, а теперь, собственно, смотрим сам рецепт. Итак, вот наше сусло простояло на мезге. Это сусло простояло трое суток с момента того, как оно забродило. И с него мы будем, собственно, и делать эти самые вторики или вторичное вино. Сейчас нам надо отделить вот эту гущу, шапку, ну и жидкость. Понятно, что для вторичного вина мы не используем никаких прессов, ничего. То есть нам надо снять эту шапку, ну, чтобы что-то осталось. Иначе смысла нет. Иначе, если мы, допустим, отжимаем на прессе, тогда все остальное, ну, если очень хочется, есть там самогонный аппарат, например, мы пускаем на это. Чтобы было удобнее, сейчас я просто вот эту шапку густую я перенесу в другую емкость. Ну, а дальше уже буду отсаживать, потому что, ну, зачем же мне отсидеть это все. Ну, вот, получается у нас вот эта гущая шапку я сняла. Так, а здесь осталась уже жижа, ну, понятно, что еще с гущей. И это я уже просто отсаживаю на дуршлаге, потому что вычерпывать неудобно. То есть основную гущу сняли сверху, а дальше просто отсидели. Итак, ну, вот у нас что отсиделось. Уже стоят затворчики. Значит, что нам надо? Нам надо узнать, вот сколько жидкости мы забрали. 20-литровая бутыль, ну, я так предполагаю, что всего будет литров, наверное, а здесь десятка, здесь, ну, где-то литров 17, ну, будем считать 20. Значит, столько, сколько мы воды забрали, по классическому рецепту столько мы должны добавить. Но давайте вспомним, в каких широтах мы живем. То есть средняя полоса, наши виноградные сорта, они не набирают такого количества вот этих всех ароматических веществ. Поэтому лучше добавлять меньше. То есть в классическом виноделии, в классических вот этих рецептах, там, где страны виноделия, Франция, Италия, там сколько жидкости отняли, столько и добавили. Ну, мы добавим в два раза меньше. Ну, понятно, вы можете плясать от столько же и уменьшать до того момента, как бы вы хотели. Я в прошлом году делала половину. Вот на половину получается, ну, шикарно. Шикарно, то есть я буду считать, все-таки, все-таки, если это 20, 10, здесь где-то 12, и здесь 10, литра 22, то есть я добавлю 10 литров. Вот в это мое, вот в это мое добро. Тут, видите, косточки, шкурки. Я добавляю 10 литров воды и сахара. Из расчета. У этого сусла изначально сахаристость была 22%. Ну, мы помним, что приблизительно 2% сахара дает 1 градус спектра. Соответственно, мы сахара добавляем столько, чтобы у нас вино нормально выбродило и дало где-то там от 10 до 12% в зависимости, как выбродит. Больше, ну, смысла особого нету, честно говоря. И, в принципе, на диких штаммах дрожжей выше 12-12,5% у вас градус не поднимется. Для этого надо добавлять промышленные дрожжи. Но, опять же, зачем? То есть, мы говорим о классическом виноделии, о классических рецептах. Соответственно, если я сейчас беру 10 литров воды, то мне надо добавить туда из расчета 220 грамм, чтобы я буду придерживаться того же сахара, который был в изначальном сусле. 22%, значит, 220 грамм на литр. Значит, на 10 литров 2 килограмма 200 грамм. Наливаю обычной холодной воды, добавляю туда сахар, заливаю вот в эту бочку и оставляю опять бродить. И смотрите, здесь еще что важно. Помним, что мы вот в это вторичное вино нам надо вытянуть максимум вот этих всех веществ. То есть, первый раз мы можем первое держать, например, не 4 дня, а 3, а второе уже подержать 5. Ну, чтобы уже максимально вот все, что возможно было вытянуть, вытянулись. Ну, больше 5 дней, как бы, опять же, уже держать не смысл, все, что надо нам, чтобы вино перешло, перейдет. Ну, а дальше абсолютно все классически, будет такое же отцеживание, ну, там уже можно на прессике отжать, чтобы минимизировать свои потери. И точно так же ставим под затвор бродить на 3-4, ну, либо больше недели. Ну, помним, что мы периодически проверяем затворы и смотрим, все ли там хорошо. Ну, если будет останавливаться брожение, еще какие-то нюансы об этом буду рассказывать в отдельном видео. А на сегодня вот такое коротенькое видео про приготовление вторичного вина. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А также под этим роликом, нажав кнопку «Еще», найдете ссылку на сайт, где можно посмотреть полный ассортимент наших сортов винограда, которые мы выращиваем на своем участке, и мои контакты. Ну, и до новых встреч, пока!